Друзья, всем привет! Даниил Медведев, Дань. А почему этот турнир классный? Расскажи нам в двух словах. Ну, мне, во-первых, здесь очень нравится сам центр. Очень много места для игроков, много кортов для тренировок. И вообще, мне лично, то есть перед Нью-Йорком большой город, много народу, вот эта сумасшедшая атмосфера, сейчас едешь до кортов. Мне очень нравится, что вот здесь так более спокойно, потому что иначе ты бы не выдержал подряд вот эти все большие города и все такое. Поэтому здесь первый мастерс, который я выиграл. И у меня здесь только отличные воспоминания, всегда хорошее настроение, если 40 градусов нет. И да, всегда рад здесь играть. Еще играть здесь обычно хорошо. Да, то-то-то. Как ты себя чувствуешь? Главный вопрос с учетом грунта, травы, грунта, харда. Я, если честно, чувствую себя нормально. То есть, ну, единственное, как бы, понятное дело, в этом сезоне мало, как мы называем, тренировочных блоков. А я считаю, ну, я всегда чувствую, что я играю лучше всего как раз-таки после, вот когда хотя бы две недели есть, потренироваться, подготовиться. В этом году, да, у меня так, ну, давно их не было. Наверное, может быть, последний, я даже не вспомнил, когда был. И это, конечно, немного мешает в плане тенниса. Но, в принципе, физически чувствую себя хорошо. Морально надо выигрывать матч, и тогда буду чувствовать себя лучше. Про канаду скажи, пожалуйста, какой у тебя послевкусие осталось? Понятно, что нагрузки-то большие, и с головой, и с физикой сложно сказать. Да, понятное дело, всегда тяжело проигрывать, и сразу начинаешь искать, скажем так, причины, что не так, может быть, тренировался плохо до этого, или еще что не так сделал. Но, на самом деле, очень хорошо себя чувствовал до турнира, и это обидно, потому что часто, когда так себя чувствуешь, там, можно хорошо сыграть. Но он сыграл хороший матч, я сыграл не очень хороший, и как бы из этого складывается весь результат. Поэтому ничего не остается, как мы отлично, ну, постарались как можно лучше это проработать на тренировках, и постарались лучше выступить здесь. Последний вопрос. С учетом таких нагрузок и версис необходимости тренировок тебе, как ты сказал, как ты готовишься вот к этой американской серии именно на турнире? Ты в 10 утра назначил все вот эти интервью, активности? Да, но у меня завтра матчи, поэтому, а тренировка в 12.30, я подумал, что если я это сделаю после тренировки, я все это очень поздно закончу. А в 10 утра я, в принципе, встал спокойно в 8, не рано, поэтому легче так. Да, а потом еще будет полчаса отдохнуть перед тренировкой. Но, в принципе, да, то есть я, как и говорю, обычно получается так, что после Умблдона есть, ну, если плохо сыграл, то есть даже неделька, может быть, отдохнуть. Потом недели полторы-две подготовиться к Америке, в этом году, ну, такого нету, но ничего страшного. Тренируемся каждый день, стараемся поднять уровень тенниса, посмотрим, сработает это или нет. Даня, спасибо большое, мы тебя отпускаем. Друзья, Данил Медведев. Спасибо.